итак у нас в программе должна быть сейчас и должен быть его алексей орлов с нами очень долго и упорно боролся с с техникой с интернетом но все-таки победил здравствуйте алексей добрый день ну вот все в порядке теперь я вас вижу слышу и наши радиослушатели тоже и наши зрители на youtube канале тоже могут видеть и слышать вас ну что ж в эфире программа моя америка алексей орлов добрый день дорогие дамы уважаемые господа слова украине этими словами я начинаю сегодня все свои передачи дамы и господа потому что все мы переживаем не просто переживаем мы болеем за украину в надежде в уверенности в уверенности что украина победит и сегодня я буду рассказывать дамы и господа о фюрере путине и миллионах его рабов фюрер путин и миллионы его рабов значит если мы с вами будем полагаться на опросы общественного мнения есть такой всероссийский центр изучения общественного мнения мы с трудом можем полагаться сегодня на эти опросы но если мы будем них полагаться то 71 процент населения россии поддерживает специальную операцию так и называть специальная операция то есть агрессию россии в украине поддерживать 71 процент ну а если мы не будем полагаться на результаты этого вопроса что мы с вами подумаем дамы и господа давайте мы вспомним забиты под завязку стадион в лужниках в москве восемьдесят одна тысяча размахивала флагами российскими и флагами с эмблемой со словом с буквой z нет ну легко предположить что в этом многотысячной тропе восемьдесят одна тысяча были только поддерживающие путина люди они скандировали его имя теперь дамы и господа если бы все это действо происходило ну где-нибудь я не знаю в хабаровском крае в тюменьской области какой-то татаростане окей мы бы с вами могли сказать но но у необразованные люди но дело происходило в москве то есть происходило там где живет нам хочется верить или мы по крайней мере можем считать цивилизованная часть российского общества у них есть смартфоны они имеют доступ к любой информации то есть они должны знать что происходит в украине тем не менее они поддерживали фюрера и вот самое простое объяснение в чем дело что с ними случилось они что безмолглые слепые одурманены и пропаганды все это возможно но такое объяснение дамы и господа она поверхностная и с моей точки зрения мало что объясняет причина вот этого безумия этого ужаса более глубокая то наследственная причина наследствие она она в генах этой обезумевший толпы 71 процента 75 60 и важно а большинство россиян это сегодняшняя россия сегодняшний это в генах и она всегда была такой вот передо мной есть в школе помните мы мы все хорошо учили школе помните балладу александра сергеевича пушкина песня вещь чем олег вот она начинается так я читаю чтобы не сбиться как ныне сбирается вещий олег отомстить неразумным хазаром их села и нивы забуйный набег обрек он мечам и пожаром вот это и есть дамы и господа тысячелетняя русь она такой была при олеге рюрикович и и такое на сегодня при тюрьме путине сегодняшняя русь и вот в эти недели вот сейчас в это время когда началась это началось вторжение российских диких орд в украину наш с вами интернет заполнена цитатами из книги декустина французского маркиза адольфа декустина он путешествовал в россии в 1839 году там царем был николай 1 он написал книгу книга называется россия в 1839 году и вот наш интернет сегодня заполнен цитатами из этой книги и я уверен что многие из вас получили и неоднократно масса цитат я хочу что-то процитировать из декустина чтобы мы с вами пол поняли от а до я но поняли как отличники выпускном классе что из себя представляла россия в 1839 году и мы с вами убедимся что николаевская россия тридцатые годы девятнадцатого века она во многом напоминает путинскую сказать точнее путинская напоминает николаевскую и вот я сейчас процитирую кистина я буду читать потому что я на память не полагаюсь у меня старческая память я не все запоминаю поэтому кое-что привык выписывать я буду читать например сохранить рассудок после 20 лет пребывания на российском престоле может либо ангел либо гений нынешний варяг нынешний фюрер прибывает на российском престоле 22 года дальше сердце русского народа кипит сильная необузданная страсть к завоеваниям вот это у них в крови дома господа в генах у них страсть к завоеваниям двинемся дальше русские гораздо более озабочены тем чтобы заставить нас поверить свою цивилизованность нежели тем чтобы стать цивилизованными на самом деле об их цивилизации мы можем судить по видеокадрам по фотографиям которые потрясли мир в последние три-четыре дня вот это их цивилизация тысячелетняя цивилизация дальше покорство у русских добродетель вращенная и вынуждена вот мы видели эту толпу на студионе в лужниках москве это покорные рабы лгать в этой стране означает охранять общество сказать же правду значит совершить государственный переворот но мы с вами знаем вышел человек на где-то то ли в саратове то ли где-то еще просто с пустым плакатом там ничего не было написано его арестовали почему он как ничего не написано а не горит а мы знаем там ничего не написано мы знаем о чем ты размышляешь такая цитата кюстина в армии невероятное зверство дамы и господа но это просто написано несколько дней назад в армии невероятно зверство какая армия была при николае такая армия сегодня при путине воровство укоренилась в их нравах кто в россии не ворует дамы и господа мы можем вспомнить с вами салтыкова щедрена правильно не только кистина кто в россии не ворует дальше варварство укоренилась в их нравах опять-таки это иллюстрация к тому что мы видим в эти дни в россии разговор равен заговору мысль равна бунту тоже для русских слова важнее реальности вот этот совершенно точно слова важнее реальности фюрер путин объявил что россия никогда не вела никогда не было агрессором всегда была жертвой агрессии и правильно для русских слова важнее реальности двинемся дальше обо всех русских какое бы положение они не занимали можно сказать что они упиваются своим рабством вот это точно колено преклоненный раб грозит о мировом господстве надеясь смыть себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольность еще в россии единственный дозволенный шум суть крики восхищения вот в россии сегодня допускаются крики восхищения путиным и так далее так далее так далее дамы господа вот что интересно для россии он костин вообще маркис любил путешествовать он для россии бывал в англии бывал шотландии в швейцарии англии испании почему его занесло в россию так далеко он далеко дома не уезжал и занесло в россию и у нас на это есть объяснение все дело том что за несколько лет до того как кристин поехал в россию за несколько лет его соотечественник маркис алексис детоквиль побывал соединенных штатах он побывал соединенных штатах 1835 году и он отчитался перечитателями перед французами своей поездки книгой демократия в россии он кстати дамы и господа эта книга есть совершенно прекрасная книга она есть у меня она есть вот на русском языке издана я вам советую тот кто интересуется вот как возникла наша страна соединенные штаты америка это интересно книга детоквиля так вот в этой книге есть несколько слов несколько предложений о россии эти слова россии заинтересовали кюстина я процитирую отрывок из книжки детоквиля в америке и достижения целей полагается на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека что же касается россии то можно сказать что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека в америке в основе деятельности лежит свобода в россии рабство у них разные стоки и разные пути но вполне возможно что проведение в тайне уготовила каждый из них стать хозяйкой половины мира и вот кюстина заинтересовала именно вот эта фраза что у них у россии соединенных штатах разные пути развития но проведение в тайне уготовила каждый из них стать хозяйкой половины мира и вот кюстина заинтересовался россии туда поехал и мы уже с вами знаю вернувшись из россии написал книгу россия в 1839 году что интересно эта книга кюстина была запрещена к возу в россию но запрещена к возу в россии вам не напоминает эти времена до времена когда мы жили в советском союзе когда книжки были запрещены к возу в россии но эта книжка была все-таки ввезена в россию помните в мои годы мы говорили про такие книги нам так доставляли милована джиллоса нам доставляли автор ханова нам доставляли солженицына мы это называли там издат там издат он был издан там и привезен к нам в советский союз так вот оказывается там издат существовал еще в те далекие времена значит книжка кюстина книга россия в 1839 году это тоже стал издат и она была завезена в царскую россию опять-таки интересен вопрос ну она была по-французски мы с вами знаем аристократия российская говорила на французском языке существует ну сведения скажем так что николай 1 николай он почитал стал читать книжку потом он ее бросил под стол сказал что это для гарби по-французски сказал гарбище а потом все-таки он членом своей семьи кое-что зачитывал так вот в царской россии эта книжка никогда не была переведена на русский язык никогда советский союз значит эту книжку перевели частями не всю выборочно перевели частями и назвали ее не россия в 1839 году ее назвали николаевская россия в советском союзе эта книжка тоже не была переведена ее перевели в 1996 году когда уже от империи зла не осталось и следа так вот я предполагаю дамы и господа что в сегодняшней путинской россии книгу кистина не она не рекомендована для изучения вне классного чтения в школах ее никто не рекомендует я также предполагаю что ее не рекомендуют для вне университетского чтения в российских университетах высших учебных заведениях я также предполагаю что и книга дата квиля демократия в америке также не рекомендуется в путинской россии потому что эта книга рассказывает о величии сей америки а там как 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 они считают как они там нас называют пиндосы америкосы но чем эта книжка тоже не рекомендуется для чтения вот что делать дата квиль путешествовал по соединенным штатам в 1831 году президентом тогда был эндрю джексон но мы своим эндрю знаем эндрю джексона потому что этот оторг изображен на 20 долларов и купюре его во всем мире знают 20 долларов и купюры самые популярны кроме того эндрю джексон это любимый президент дональда трампа мы поэтому его с вами знаем так вот дата квиль он путешествовал по америке как раз в это самое время кристин путешествовал мы уже с вами знаем через несколько лет в 1839 году и дамы и господа вот это важно вот это важно в книжке кистина ничего вообще не говорится о религии как он его это не очень интересует в книжке дата квиля совершенно ясно говорится что основы американской демократии были заложены пуританами которые высадились в 1620 году на берегу мазачусетского залива мы с вами это прекрасно знаем правильно и он обращает внимание на то что пуритане были протестантами он делает акцент на это что вот именно пуританство протестантство и заложила пасть основы демократии в америке посеяла имена американской демократии и мы с вами знаем основы протестантства я напомню это достаточно интересно образ жизни он требует целомудрия астетическое ограничение потребностей требует бережливость требует трудолюбие целеустремленность и пританизм включал главные требования протестантанизма теперь давайте обратимся к религии российской это у нас православие но мы знаем с вами есть три христианских конфессии это протестантство православие и католичество давайте поглядим на разницу между по протестантизмом и православием вот когда мы увидим разницу мы начнем совершенно ясно сознавать и понимать что заложено в основе в генах одной стороны жителей и в генах другой стороны я прочитаю я готовясь передачи я специально решил чтобы нормально изложить словами не церковными словами светскими разницу между вот этими двумя религиями и я читаю то что я выписал значит протестанты у них источник веры это библия библия у православных это библия и житие святых у протестантов каждый человек читает библию сам и сам может ее трактовать у православных библию читает только священник и он же трактует ее у протестантов священник выбирается народом у православных народ не выбирает священника у протестантов нет главы церкви вообще нет у православных патриарх у протестантов священники носят обычную одежду у православных священники носят богатые наряды богослужению протестантов может быть в любом здании у У православных это соборы, храмы, церкви. У протестантов грех отпускает только Бог. У православных – священники. Это лишь некоторые различия, но они легко объясняют, какой христианской стране демократический образ правления ближе, протестантской или православной. Конечно же протестантской, в которой нет главы церкви, которому следует подчиняться. Естественно, в протестантской, в которой священника выбирают сами прихожане. Снова остановлюсь на грехах. В православной церкви, в православной стране, будем говорить так, грехи отпускают священники. И можно грешить бесчетное число раз. Сколько вам вздумается, вы можете воровать и насиловать, убивать и мародерствовать, пьянствовать и туриятствовать, унижаться перед вышестоящим и унижать ниже стоящего. Православный священник отпустит вам все эти грехи. Грешнику-протестанту предстоит отчитываться только перед Богом. И дамы и господа, процитирую еще двух известных нам всем деятелей. Чернышевский. «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы». Тючев, гениальный поэт Тючев, который, кстати, был и чиновником, правительственным чиновником. Его слова «Русская история для Петра Великого» – сплошная панихида. После Петра Великого одно уголовное дело. Вот сегодняшняя Россия живет в эпоху одно уголовное дело. Оно было при царях, оно было при советской власти, и сегодня это одно уголовное дело. Ну да, мои господа, имена только двух этих русских людей, Чернышевского и Тючева, дают нам всем совершенно ясно понять, что в России далеко не все рабы. Ну не все рабы. Да, далеко не все. В России всегда были отступники. Теперь, опять-таки, что нам известно со школьной скамьи? Я говорю со школьной скамьи, я имею в виду советскую школу. Я не знаю, чему учат сегодня в путинской школе. То, что образование гораздо хуже, я в этом не сомневаюсь. Так вот, со школьной скамьи нам известно, что в первые десятилетия XIX века в России сформировалось общественное направление, которое назвали западничеством. Западники. Ну, одно это название свидетельствовало о западном образе мысли его участников. Ну, первым западником, мы опять-таки знаем со школьной скамьи, был Чаадаев, да? Мы знаем Чернышевский, Белинский, Герцен, Тургенев, много. Западникам противостояли славянофилы. Что было написано на знамени славянофилов? Это их собственная формула. Православие, самодержавие, народность. Вот православие и самодержавие. Ну, славянофилами были Достоевский и Даль, можно назвать других господ. Западники, они ратовали за конституционную монархию, причем самые радикальные они даже ратовали за республику. Славянофилы выступали за неограниченное самодержавие. Западники были против какого-либо влияния религии на государственные дела. Когда славянофилы считали веру, веру, краеугольным камнем исторической миссии русского народа. Теперь, дамы и господа, давайте перекинем мост из прошлого в настоящее. Вот я не боюсь использовать термины почти двухсотлетней давности. И, используя эти термины, мы должны с вами заключить, что сегодняшняя Россия – это царство славянофилов. Возможно, их 70%, возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше, но они задают тон. Россия поэтому была и остается такой, какой и увидел в 1839 году маркиз Джекюстин. Ну, я приведу только один пример. Епископ Кирилл, это ныне патриарх московский и всея Руси, он поддержал агрессию России в Украину. Ну, что касается западников, то, на мой взгляд, эти люди не ошибутся, если при первой же возможности покинуть страну обитания, поскольку западникам в нынешней России и в предстоящей России, в предстоящие 2-3 поколения ничего хорошего не обещают. Теперь, перед тем, как закончить монолог, я процитирую Збигнева Бжезинского. Ну, мы все знаем, кто такой Збигнев Бжезинский. В 1800, в 1987 году в Америке выходило новое издание «Ди Кюстина», и Бжезинский написал предисловие к этой книжке. В этом предисловии есть такие слова. Замечательные, дамы и господа. Цитирую Жаботинского. Бжезинского, прошу прощения, говорился не Жаботинского, а Бжезинского. Ни один советолог еще ничего не добавил к словам «Ди Кюстина» о русском характере и византийской природе русской политической системы. Чтобы понять современные советско-американские отношения, мы можем сказать российско-американские отношения, понять их во все их сложности, политических и культурных нюансах, нужно прочитать всего две книги. Только две книги прочитать, чтобы понять разницу между Россией и Америкой. Надо прочитать «Демократия в Америке» Алексиса Диквиля и Россия в 1839 году, написанную Маркизом Дикюстином. То, что написал Бжезинский в 1987 году, в 1908 году, это совершенно справедливо для нашего 2022 года. И мой вопрос, дамы и господа, я закончу монолог вопросом. Воспользовались ли советом Бжезинского пациент Байден и шалава Харрис? Вот на этом риторическом вопросе я заканчиваю монолог, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.